Привет! 17 августа на канале HBO Max вышел уже второй трейлер нового мультсериала про приключения Фионы и Пирожка. Ссылка есть в описании, не забудьте посмотреть. Предлагаю не затягивать и перейти к разбору трейлера. Он начинается с того, что Фиона и Пирожок бегут спасать жителей города. Они уже находятся в волшебном мире. Понять это можно по наряду Фионы и потому, что Пирожок говорит. Следующая сцена, Пирожок увеличивается, чтобы нападать двум вампирам. В это время на заднем фоне Фиона пытается отбиться от другого вампира. Рядом с ней Саймон, а весь город разрушен. Затем нам показывают летающих монстров, которых мы раньше нигде не видели. И ещё монстр. Его тоже не показывали раньше. Это медведь в маске. Фиона и Пирожок сражаются с конфетными монстрами. В руках у девушки неизвестный меч. В следующей сцене показали взрыв чесночных бомб, который в седьмом сезоне оригинального мультсериала Мятный использовал для борьбы с вампирами. Снова звонит будильник, стилизованный под Бима. Фиона не хочет вставать на работу. В её комнате полный беспорядок. Появляется фраза от людей, которые подарили вам время приключений. Видимо, над этим мультсериалом работали создатели оригинальных серий Времени Приключений. Точно знаю, что одним из авторов стал Адам Мулто. Дальше Фиона и Пирожок идут на работу. Они проходят мимо хуманизированного лимончика. Примечательно, что Фиона несёт переноску в руках, а Пирожок находится у неё на плече. Возможно, в прошлом трейлере нам показали, что кот от неё убежал. И таким образом ребята попали в магический мир. Фиона говорит, что все люди в этом глупом городе скучные. Показывают Гамбала, который работает в кондитерской, а также неизвестную мне девушку с гитарой. Кадры обычного города сменяются волшебным. Транспорт становится летающим. Архитектура очень необычной. Дальше нам показывают Саймона и какую-то девочку. Она одета как Фиона. Думаю, что это фанатка, которой очень нравились истории про Фиону и Пирожка. Она спрашивает у Саймона, Почему ты перестал писать истории про Фиону и Пирожка? Видимо, ему очень надоели такие вопросы. Он говорит, Я не писал их, это был Снежный король. Саймон смахивает кожуру от банана с книги, которую, кажется, достал из мусорки. Это было в прошлом трейлере, когда закрывались двери магазина, разделяя Петрикова и эту девочку. А в мусорке лежала вот эта книжка. Следующая сцена с Финном из Фермамира. Он находится под властью короны, а из его рта исходит снежное дыхание. Он заморозил животных и землю вокруг себя, а затем улетел. Нам показывают Фиону и Огненного Принца, и, кажется, они на свидании. Вот это, видимо, Бубльгум из параллельной вселенной. В её волосах много сладостей и корона принцессы, а в руках она что-то держит. Гибрид голубя и пингвина, а рядом с ним неизвестный снежный элементарь. Снова показывают кадры из автобуса. Здесь мы видим Абрака Даниэля, Старчи, Ферны, остальных не могу назвать. Затем Фиона раздувает одуванчик, и нам показывают небольшое поселение на деревьях. Наверное, туда попала Фиона после того, как дунуло на одуванчик. Попав в волшебный мир, девочка встретила там Саймона. Они начали путешествовать втроём, и сейчас направляются в сожжённый город, следуя надписи места встречи. Затем нам показывают несколько животных, которые были в серии на дереве в начале пятого сезона. У совы в руках нож, и, кажется, пирожок, будучи обычным котом, попал в неприятности. Фиона, у которой в руках живое бревно, удивляется, что кто-то может разговаривать. Наверное, это пирожок. Затем нам показывают комнату желаний Призма, и его самого. Он оброс щетиной, а под его глазами появились мешки. Фиона и девочка-фанатка куда-то отправляются на мотоцикле из будущего. Следующим кадром показывают Фиону, одетую в другие вещи. Она сражается с какими-то существами, и вместе с пирожком они бегут по длинному коридору, вдоль которого множество портретов Призма. А вот и наш злодей. Видимо, это муравей. Он одет в стройке костюм, и с кем-то сражается. А вот и снова он. Теперь он ходит на четырёх лапах. И судя по локации, он сражается с Фионой, пирожком и Саймоном. У Саймона в руках что-то похожее на пульт. Затем нам показывают знакомых персонажей. Это Пиби, Бима, который снимает маску совы, мальчик-пупырка из вселенной Фионы без волшебства, Бетти, Марселин, девочка-фанатка, которая стреляет из лука. На конце её стрел находится Чеснок. Видимо, она сражается с вампирами. И Гантер, который в конце серии, пойдём со мной, надел корону, выпавшую из голуба. И летит он в Снежное Королевство, которое стало немного другим. Банановые стражи, видимо, стали бандитами. Бегущий Саймон. Здесь присутствуют светлячки, которые мы видели рядом с Бетти. Видимо, он торопится к ней. В это время слышны слова Фионы, которая говорит, «Если ты не поможешь Саймону, весь наш мир и все, кого мы знаем, умрут». Гамбл и Маршал Ли идут куда-то в снежную погоду, показывают Саймона и Бетти. Но здесь непонятно, либо девушка только что приехала, и Петриков её встречает, либо он не хочет её отпускать на автобус, который поедет в аэропорт. Пирожок и Фиона со слезами на глазах обращаются к Саймону, который одет в платье Снежного Короля. А затем нам показывают Фина и Джейка. Они куда-то бегут. Джейк несёт яйцо, а его лицо показывает растерянность. Парнишка же очень изменился. Во-первых, он повзрослел. На его груди татуировка с Джейком, которая уже была в одном из эпизодов «Далёких земель». У него борода, он одет в майку, джинсы и кеды. У него механическая правая рука, которая держит неизвестный меч. Финн говорит «Ты думаешь о том же, о чём и я?» А Джейк отвечает «Всегда, брат». Дальше нам показывают странного грызуна, который вылез из воды. В руках он что-то держит и злобно кричит. А здесь на Саймона напал вот этот водный дракон. Из слитых кадров мы узнаём, что Саймон пытался поймать рыбу, но когда он вонзил копье в воду, попал в дракона, чем очень разозлил его. И в этот момент появляется Финн, который убивает дракона. Видимо, в мультсериале будет много крови. Вы только посмотрите на нашего Фина. Да он же просто шикарен. Затем нам показывают мускулистого Джейка, который отбивает свои кулаки. Трёх вампиров, которые на кого-то нападают. Пирожка, который сражается, тоже неизвестно с кем. Белый шар в фиолетовых очках. Злодея-муравья и снова нашу троицу. И судя по снежной локации, они снова сражаются друг с другом. Каких-то людей-повстанцев в городе. У девушки есть мотоцикл. Их броня сделана из дорожных знаков. А на головы прикреплены рога. Затем Фиона на музыкальном концерте. А за пультом стоит Диджей Пламя. И снова нам показывают Марселин. Видимо она сражается с вампирами. Ведь этот красный фон очень схож. Затем нам показывают Фина на локации с трубами. Вместо механической руки у него какая-то пушка, которая стреляет огнём. У парнишки нет бороды, а его нос немного удлинён. Затем нам показывают дуло, которое направлено на Саймона, Фиону и Пирожка. Финн, который рубит дрова наконечником топора на своей мехоруке. Возможно это Финн из Фермамира, в котором нет волшебства. Затем нам показывают мультик про деревяшку. Она мчит на горящем поезде. На ней маска, а в руках меч и мешок с деньгами. Пирожок сражается с зефирками, а Фиона с банановыми стражниками. И в конце нам показывают Фиону верхом на пирожке. Они бегут по тому же коридору и кричат время приключений. После этой сцены нам показывают Бима, который проигрывает видео с Саймоном, снежным королём. Он надел парик и поёт песню Марселин. На этом трейлер заканчивается. Очень много чего показали. Очень много мыслей. Я для вас постарался высказать основное, но скорее всего упустил что-то. Обязательно делитесь своим мнением в комментариях. Поправляйте меня. Нам остаётся только ждать 31 августа, когда выйдет первая серия нового мультсериала. Один важный момент. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Очень скоро там пройдёт розыгрыш. А пока что я с вами прощаюсь. Обязательно подписывайтесь на канал. Если ролик был полезен, ставьте лайк. Скоро увидимся, друзья. Пока.